всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду наконец-то ко мне приехала долгожданная посылка из магазина ем колбаски в связи с к видом ехала наш полтора месяца паш огромное спасибо очень давно хотел попробовать в деле стартовой культуры для цельномышечного сыровяла и вот свершилось мне вот очень интересно сравнить вкус двух кусков мяса засоленных и завяленных в абсолютно одинаковых условиях но один со стартами а другой без стартов кроме того и вялить я буду в обычном холодильнике то есть условия максимально приближены к боевым имею ввиду что такой рецепт отлично подойдет для новичка в колбасном деле вот у меня два куска свиной шейки примерно одного веса под два с половиной кило все пропорции основной этапы в конце ролика прочитайте сейчас приступим начну с куска без стартов так все пропорции называю в расчете на килограмм мяса соль нитритная 30 грамм сахар 5 грамм и антикислитель жира отъем колбаски 3 грамма антикислитель нужно чтобы жир не прогоркал перемешать все и старательно со всех сторон мясо наделить этой смесью посолками будет проходить в вакуум пакете не потому что в вакууме якобы быстрее все просолится это бред скорость просолки та же самая просто вакууме не будет воздушных пузырей когда мясо выделит сок соответственно проще будет его вертеть в холодильнике не пачкаю руки все вокруг вертеть нужно для того чтобы сок со всех сторон мясо обывал так сказать ты контролирует процесс впитывания выделивший сока обратно мясо гораздо проще все с этим куском разобрался он будет просаливаться в холодильнике примерно 10 суток сначала мясо даст сок а потом к окончанию 40 посолки этот сок впитается обратно в мясо это собственно и будет означать что просолка завершена и с другим куском кстати на пакет подготовить ведь как заворачиваю сначала один раз а затем второй для того чтобы кромка оказалась прикрыта самим пакетом для того чтобы она не испачкалась мясным соком при укладке мяса внутрь мокрые края очень плохо запаиваются теперь смешиваю составчик для второго куска тоже самая нитритная соль и тот же самый антикислитель и но теперь еще и стартовой культуры а но сахар это не добавляю потому что в пакетике со стартовыми культурами уже есть сахар пропорции на килограмм здесь практически те же самые что с первым куском те же самые 30 граммов нитритки те же самые 3 грамма антикислителя старты по указанию производителя в данном случае 5 граммов на килограмм мяса этот кусок тоже убираю вакуум пакет просолка также займет примерно то же самое время что и куска без стартов но бактериям стартовым культурам надо дать время выполнить свою работу поэтому первые двое суток оставлю пакет при комнатной температуре и лишь затем уберу в холодильник встретимся с вами через пару дней покажу как выглядит пакет с мясом со стартами прошло двое суток давайте попробуем разглядеть разницу между куском со стартами и без стартов вот лежал в холодильнике этот со стартами при комнатной температуре у нас было жарковато знаете я разницы в цвете не наблюдаю честно сознаюсь мне кажется все это очень и очень похоже сок дали оба куска и довольно сильно я бы сказал отправляю оба в холодильник еще примерно на восемь дней мне надо дождаться когда оба эти куска впитают себя обратно весь вот это тут выделившийся сок продолжаем разговор прошло уже больше десяти дней даже 11 12 получается все это время мясо у меня лежало в холодильнике сок мясной впитался почти весь пора начинать процесс завяливания так как я сказал начале дать делать я это буду в обычном холодильнике мне нужно очень сильно замедлить процесс влагопотери поэтому буду использовать не коллагенную пленку как обычно от целлюлозную такую же в какой например колбасный сыр заворачивают ее кстати мне тоже паша изгим колбаски подогнал для защиты от появления плесни обработаю ее на томицином его кстати можно в обычной аптеке купить заведу водой и смочу пленку этим раствором вот так вот вот никакой кисточкой все кисточкой либо можно побольше этого растворчика развести и мясо целиком просто него окунуть примерно за месяц препарат полностью разложится к этому времени мясо достаточно подсохнет снаружи сильный рост прессе не уже не будет нам грозить целлюлозная пленка целлюлозной пленкой но одного слоя все же недостаточно холодильник все довольно быстро сохнет поэтому мне понадобится аж три слоя пленка большая поэтому два куска такой пленки как раз таки не дадут три слоя на куске мяса так ну чтобы как можно плотнее придавить пленку к мясу воспользуюсь сеткой для удобства и и на обычный кусок пластиковые трубы натянул так теперь обвязать и можно отправлять в холодильник конечно в идеальном варианте мясо должно висеть в холодильнике чтобы она обдувалась воздухом со всех сторон но если у вас нет такой возможности по крайней мере укладывайте на решетку чтобы не было так сказать пролежни на мясе чтобы но равномерно со всех сторон теряла влагу сейчас все тоже самое со вторым куском проделываю а все все второй кусок у меня со стартами поэтому чтобы не перепутать взял для него сетку черного цвета провисит они у меня в холодильнике до тех пор пока не потеряют 35 40 процентов веса прошло два с половиной месяца и вот так выглядит сейчас мясо но может замечательно выглядит ведь какое красота а потеря вес на данный момент составила 35 34 с половиной процента но на данный момент резать его все же рановато потому что вот местами в некоторых местах ну вот вот здесь вот например ощущается некоторая твердость ну что вот вот здесь она мягкая хорошо продавливается а вот есть такие точки точки такие области такими прям пятнами где но чувствуется корочка так вот здесь например вот чувствуешь корочка такая то есть закал все же произошел закал то как раз вот это самое твердая корочка такая пересохшие на поверхности мяса значит нужно его завакуировать и оставить в холодильнике на неделю на 2 полиэтиленовый пакет не даст мясу продолжать терять влагу и она в куске перераспределиться уже равномерно совсем конечно избавиться от закала не получится но будет гораздо лучше и оставлю в таком виде в холодильнике буду периодически щупать что проверить как она там ждем наварилась куча дела я признаться честно просто забыл про это мясо все оно прижало в холодильнике с момента как его завакуировал пять недель даже чуть больше с другой стороны она и к лучшему корочка поверхности практически исчезла мясо нормально продавливается как видите пора резать и пробовать результат посмотрел свои записи вот это вот шейка с черной сеткой являлась со стартами с нее и начну смотрите какой кусман что касается запаха явно присутствует аромат кислинки но легкой заслуга стартов так мясо как видите тянется как резиновые ну классическое сыр вяленая мягкая в тонком слое жуется если толстый отрезать конечно жевать будет сложно как любый сыр вял интересный вкус на мой взгляд немножко более скучный потому что без пряностей но для любителей чистых вкусов таких знаете чистый вкус мяса вот это вот оно самое но так а теперь давайте пройдемся по куску который верился без стартов обратили внимание он гораздо более темный вот эти с со стартами посветлее а вот это прям темный такой насыщенный цвет запах запах более резкий такой более как сказать ну если вы принюхивались не знаю к хамонам еще что-то вот такой рисковатый запах сыровяла аромат кислинки нет соответственно так посчет тянуть чести прочему ну тянется да вот она такая вот ползет все как положено сыровялу вкус хорошо знаете даже мне кажется еще поинтереснее который без стартов какой-то более грубый более такой резкий вкус более первобытный что люди кем сказал прямо интересно на самом деле вкус у всех разные я рекомендую попробовать и со стартами и без стартов и для себя определиться какой вариант вам больше нравится и как видите извините очень вкусно прекрасный вариант сыровяльного мяса без всяких камер для сыровяла все это в обычном холодильнике прекрасно проверилось ничего не пересохло никакого закала нет потому что я замотал в аж в три слоя вот этой целлюлозной пленки то есть я сознательно замедлил процесс влагопотери и все прекрасно получилось так что можно готовить в обычном холодильнике прекрасно все получается потом если вы войдете во вкус если вам будет прям дико нравится и вы не захотите занимать этим продуктом забивать свой холодильник может быть с я берете себе камеру ли сыровяла она позволит несколько упростить процедуру без вот этих вот вакуумирование прочего все вялить в этой камере надо и согласитесь что вот эти два куска есть еще и гости придут сожрутся ну за неделю максимум а то может ну ладно за 10 дней а потом опять ждать поэтому если у вас есть возможность есть еще один холодильник в конце концов это можно раз 10 дней закладывать такие куски на сыровял и по истечении там не знаю двух-трех месяцев у вас начнется непрерывным потоком будет выходить очередной кусок один доели у вас уже второй поспевает прекрасный вариант так что готовьте вливайтесь в ряды домашних колбасников это интересно это затягивает это вкусно в конце концов всегда есть что подарить друзьям знакомым нарезочки такой на строгале им понравится я вас уверяю огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты до напоминаю что вот эту пленку целлюлозную я покупал покупал господи я брал у павла в магазине ем колбаски заходить к нему на на сайт берите все а сетки можно просто наибы и брать может быть у павла тоже есть я не смотрел в магазине в конце концов зайдите в аптеку да и купить в аптеке тоже есть правда кусочки маленькие там подороже получается на этом еще раз позвольте с вами прощаться огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока